Между тем, в самой Сирии российская авиация продолжает наносить точечные удары по объектам боевиков. У Министерства обороны России есть информация. Террористы из разных организаций ведут переговоры об объединении и совместной борьбе против сирийской армии. Разведка установила место встречи главарей бандгрупп. А в Германии задержан наемник, который теперь дает показания о базаре казни и других ужасах, происходящих в лагерях исламистов. Подробности в репортаже Дениса Давыдова. Полоса аэродрома черная от следов шасси. Взлеты и посадки буквально в режиме нон-стоп. Только за минувшие сутки 46 вылетов. Российские самолеты поднимались в воздух каждые полчаса. Их цели сегодня не только оружейные склады и техника. Разведка донесла о встрече главарей бандитов. За местом встречи, которым являлся подвал одного из брошенных одиночных строений, было организовано наблюдение с беспилотных летательных аппаратов. И в минувшую ночь в указанном месте было зафиксировано скопление девяти автомобилей, повышенной проходимости, оснащенных крупнокалиберными пулеметами. Бомбардировщикам Су-34 по данному объекту был нанесен точный удар. Корректируем авиабомбой КАП-500, уничтоживший данный объект со всем его содержимым. Над Арабской республикой параллельно с российскими летают и самолеты сил коалиции, возглавляемые США. Но, судя по последним заявлениям, в сирийском небе скоро станет посвободнее. Канадские ВВС больше не будут принимать участие в авиаударах. Решают отступить, когда о победе над ИГИЛ пока и речи нет. Боевики продолжают терроризировать местное население. Головорезы вербуют в свои ряды активистов на всех континентах. Попал к ним и гражданин Германии по имени Нильс. В Сирии он больше года был в отряде исламистов-штурмовиков. В захваченных районах они искали и расправлялись с теми, кто не хотел сотрудничать с ИГИЛ. Едва вернулся домой в Дюссельдорф, его задержала полиция. Что он говорит на допросах, услышали корреспонденты газеты «Зюддойче Цайтунг». Пытки, согласно его показаниям, были обычным делом. Особенно часто они практиковались в тюрьме Манбиджа. Пленных, по словам Нильса, пытали до тех пор, пока они не сознавались. Кроме того, джихадист рассказал о базаре казни, на котором проводились расстрелы и обезглавливание, а также, по крайней мере, одно распятие, свидетелем которого и стал Нильс. Терроризм — абсолютное зло, с которым нужно бороться. Этой позиции придерживается Россия, напомнил сегодня министр обороны Сергей Шойгу. В Сирии наша авиация действует по просьбе руководства республики. Это дает возможность регулярной армии страны освобождать территории, захваченные фанатиками. Мы планируем дальше оказывать помощь законной власти Сирии и создавать предпосылки для урегулирования этого конфликта. В таких непростых международных условиях нам необходимо формировать и развивать эффективные механизмы обеспечения глобальной безопасности, а также иметь боеспособные и эффективные вооруженные силы. Больше всего российская авиация сегодня работала в долине Эль-Габ. Там уничтожены полевой лагерь террористов со складом боеприпасов и автомобильной техникой. В Министерстве обороны сообщают, что боевики из разных организаций ведут между собой переговоры о совместной борьбе против сирийской армии. Меняют они и свою тактику. Отступая с позиций, так просто не бегут. Передоставлением позиций в населенных пунктах ими осуществляется массовое минирование местности брошенных жилых домов и уцелевших объектов социальной инфраструктуры, взрывными устройствами дистанционного управляемого подрыва. Значительная часть этих зарядов тщательно маскируется и оснащается таймерами обратного счета, которые должны будут сработать через заданный промежуток времени, иногда составляющий до нескольких недель. В освобожденные города первыми заходят саперы, обследуют территорию и только после того, как они дают добро, местным жителям позволяют вернуться в дома.